Очень захотелось еще жить, 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 потому что я еще всем нужна. Даже перешагнув, в девятый десяток Мария Павловна была, как говорится, в строю. Свою квартиру почетный житель Благовещенска называла штабом. Переговоры по телефону могла вести полдня. Давала советы, решала проблемы и просто слушала. Марию Гапоненко знали очень многие амурчане. Жена болеет. В больнице. Вот и я хожу, буквой Г. Мария Павловна родилась в Омской области. Когда началась война, она жила уже в Благовещенске. Готовила санитарные дружины и группы самозащиты. В 41-м Марии Гапоненко выдали почетное удостоверение донора номер один. Она руководила школами противовоздушной и гражданской обороны. Работала в типографии, была народным депутатом. И еще стояла у истоков создания клуба фронтовых подруг в 80-х. Помогала ветеранам. Мария Павловна за словом в карман не лезла. У нее был пробивной характер, вспоминает нынешний председатель клуба Раиса Рябцева. Лично говорила, и председатель городского совета ветеринарного, смените свой гардероб, и как-то вам не подходит. Смените на черный, на торжественный костюм. Она его сменила на блестящий такой. Вот в этом платье она приказала хоронить ее. Она любила очень все такое яркое, женщина яркая была. Вот в этом платье. И приказала, чтобы шляпу ей положили в гроб вот эту. У Марии Гапоненко было 40 шляпок и не меньше 40 пар обуви. До последнего она делала маникюр, вспоминает Валентина Казакова, которая была опорой для Марии Павловны последние 9 лет. Ведь у почетного жителя Благовещенска из родных осталась только племянница, которая живет на Украине. Единственного сына Мария Гапоненко давно похоронила. Известной в городе общественницы не стало 27 января. Мария Павловна так и не узнала, что у нее был рак. Про страшный диагноз ей решили не говорить. Тем более лечить было поздно. Ой, три таких глубоких вздоха сделала и все. Одно из последних интервью Мария Гапоненко дала журналисту Альфа-канала Сергею Логвинову. За передачу поблагодарила в письме. Эта передача как лекарство, как говорят, старый друг лучше новых двух. Многие смотрели, звонили. Оказывается, ты поместил это в интернет. В 91 год Мария Павловна про интернет упоминает. Я ее знаю больше 20 лет. Еще когда я был редактором Амурского комсомольца, потом стал восьмой этаж, она приходила, еще более деятельная была. Последние шесть лет Мария Гапоненко пыталась добиться установки памятника труженикам тыла. Незадолго до смерти она узнала, что монумент в Благовещенске все-таки появится. Поэтому Мария Гапоненко, говорят близкие, ушла из жизни со спокойной душой. Наталья Погодаева, Иван Черных, Александр Рассказов, Альфа-Новости.